Всем привет! В нашей стране Манфред Мэн известен более всего. Основной части тех, кто слушает рок-музыку так называемую, известен по участию в группе Манфред Мэн с F-бэнд, в которой он прославился исполнением песен Брюса Спрингстина, таких как «Spirits in the Night», «Blinded by the Light» и ряда других. Брюс Спрингстен был не в восторге, кстати говоря, от версий Манфреда Мэна. Уж слишком они грандиозны. Песня-то не про это совсем у Спрингстина. Об этом можно тоже рассказать немножко. Но, наверное, в другой раз, когда мы будем говорить о Брюсе Спрингстене, которую я безмерно уважаю, несмотря на то, что музыка вроде бы как не моя. В смысле, стиль не очень мне близкий. Но, тем не менее, песни у него очень хорошие, артист он классный, на гитаре играет отлично, поет еще лучше, а лучше всего сочиняет свои собственные песни, которые стали известны в нашей стране благодаря Манфреду Мэну. Ибо он их пригладил, прилезал, сделал пафосными, грандиозными, как я уже говорил, роковыми такими, от слова «р», от слова «р», «рок», такой вот, который любят молодые люди, любили молодые люди в Советском Союзе очень. Я сам любил, помню, «Spirit in the night», хотя песня совсем, совсем другая, на самом деле, хорошая. Но как же все начиналось, начиналось все вовсе не так. Манфред Мэн еще не был знаком с творчеством Блюса Спрингсена, когда он приехал из Южноафриканской республики в Лондон, поскольку в ЮАР, где он родился и жил, музыкой зарабатывать было не очень просто ему. А он был джазовым пианистом молодым, любил очень это дело, в смысле джаз, хорошо играл на фортепиано, решил поехать в Лондон. Приехал и стал работать в джазовых коллективах. А джаз денег не приносит. Единицы. Единицы зарабатывают деньги, играют джаз неплохие, но таких людей очень мало, потому что что джаз, что блюз – это музыка отчаянно некоммерческая. Можно сделать ее коммерческой, если ты либо гений, как Майлз Дэвис, либо ты играешь какую-нибудь попсовую такую версию джаза, на корпоративах. Меня сейчас проклянут джазмены все, на самом деле, но согласитесь, что джаз денег не приносит. Я очень люблю джаз и отчасти именно за то, что эта музыка не коммерческая совершенно, эта музыка чистая, чистое искусство, чисто от души, чисто по кайфу, что называется. Хотя нужно уметь играть очень хорошо, чтобы играть джаз. В общем, у Манфреда Мэна не складывалось никак с джазовыми коллективами в Лондоне. А время было такое, что самой модной, самой стильной, самой продвинутой музыкой был блюз. Ритм и блюз, блюз. Джон Майл, Алексис Корнер, The Rolling Stones, Animals и так далее, и так далее, Fleetwood Mac, все играли блюз, и самые отчаянные меломаны зарубались на блюзе. Очень много приезжало, кстати говоря, блюзовых исполнителей из Америки. Ну, много-немного, но бывали, бывали, наезжали. Был налажен творческий обмен между Англией и Америкой. И в Лондоне, в общем, с блюзом было все в порядке в те времена. Что оставалось сделать молодому музыканту Манфреду Мэну, Марку Лейбовицу, точнее? Он познакомился с барабанчиком Майком Хаггом, очень хорошим джазовым тоже. И они стали играть что-то около блюзовое между джазом и блюзом. Собрали еще состав и играли такую довольно невнятную какую-то смесь, пока не пришел настоящий блюзовый гуру в лице Пола Джонса. Не Джона Пола Джонса из Led Zeppelin, а Пола Джонса, вокалиста. Прекрасный вокалист. Можно его сравнить с Отисом Рейдингом, наверное. Это белый соул. Отис Рейдинг – это черный соул, а Пол Джонс – это белый соул. Но такая глотка, такой силы, такого напора. И осмысленно еще при этом все. Ну, наверное, один из лучших вокалистов в Англии был того времени, безусловно. Правда, ориентирован жестко на соул и на блюз. И вот когда Пола Джонса привлекли в группу Манфреда Мэна, все сложилось сразу. И команда стала играть блюз. Немножко приджазованный местами, но блюз. И все пошло как по маслу. Попали в струю. Заиграли, короче говоря, модную музыку. Американский блюз. И все покатило сразу. Первая пластинка группы Манфред Мэн, как тогда называлась. Просто без всяких «Earth Band», без «Chapter Trigger» и прочее. Вот «The Five Faces of Manfred Mэн». Очень хороший альбом. Как мы говорим с Дмитрием Юрьевичем, очень удачная пластинка. Это, если мне память не изменяет, 1964 год. Не помню. Да, 64-й. Я память еще. Хоть и хожу пить после выпусков. Руки так помнят. Да, тоже немножко есть. «The Five Faces of Manfred Mэн». Пластинка действительно очень хорошая. И я ее советую, если кто не слышал, советую послушать тем, кто любит британский блюз середины 60-х годов. «Самое то». Хотя это не Джон Майл, это другое немножко. Это другое, как говорят, определенную часть населения нашего. Это другое, это более, не скажу, что механистично, но более просчитано и очень чистенько все. Очень академично все сыграно, несмотря на то, что Пол Джонс орет, как резанный. Здорово поет. И играют все тоже очень хорошо, но уж больно чистенько. «Manfred Mэн» все-таки был перфекционистом, джазовым музыкантом и, видимо, следил за происходящим очень точно. Всю грязьку вычищал, а грязька в этой музыке необходима, поэтому иногда грязьки не хватает. Но лично мне, это мое мнение. Однако, может быть, у вас другое мнение будет, поэтому очень советую. Не скажу, что это короли блюза британского были, но в обойме стояли крепко, в Америку ездили, всем все нравилось, пластинки продавались, все было очень хорошо. Да бокс им продавались. Действительно хорошая группа, хорошая пластинка и хорошее направление, хорошая музыка. Те, кто знают «Manfred Mэна» по «Manfred Mэн» с F-Band, вообще не поймут, что это такое. Скажут, что это подлог. Это не «Manfred Mэн». Это настоящий британский блюз. Рядом с Литвуд Мэком выступать в те времена, и все было в порядке. Но и то сказать, что песни-то какие. «Smoke Struck Lightning» первая песня. Песня Хаулена Вулфа, если вы помните такую. Честера Барната, то есть так его звали на самом деле. И здесь Пол Джонс так же звывает, как Хаулен Вулф. Угу, 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 вот прямо как Хаулен Вулф. Только другой тембр, другой голос, другая подача. Честер Барнатт, он же Хаулен Вулф, он был боксер, он был здоровенный черный дядька, который выл, как дикий зверь, страшным волком. А Пол Джонс все-таки английский, лондонский такой дэнди. Хотя с луженой глоткой совершенно, с металлическим голосом, при этом чувственным и точным. По-другому, конечно, все спето, но не хуже и не лучше, просто по-другому. Песня прекрасная, исполнение шикарное. «Don't ask me what I say», следующая песня. Тут даже в ритм-н-блюз «Sack of War». Это интересная штука, «Sack of War». Это инструментал, который написал Кэнонбол Эдерли. Изумительный черный саксофонист, который работал с Майлсом Дэвисом и выписал кучу сольных пластинок. Титан современного на тот момент джаза. И вот такая кавер-версия одной из пьесы Кэнонбола Эдерли, «Sack of War». Исполнила группу Манфреда Мэна. Исполнила очень хорошо с саксофоном, с клавишами, ну, естественно, с саксофоном, а как же. С клавишами, с гитарой. Превратили ее в такую ритм-н-блюзовую штучку. «What you gonna do?» и «Хучи-кучи» песня Вилли Диксона. «Хучи-кучи, мэн, I'm you, хучи-кучи, мэн». Не так, как у Диксона, спета не так, как у Мадди Уотерса. По-своему, по-манфредмэновски, чистенько, прилизанно, но за счет глотки Пола Джонса яростно. «I'm your kingpin» песня авторства приписана Мэну и Джонсу, хотя у меня такое ощущение, что она содрана с песни «I'm a king bee». Традиционная черная блюзовая песня, которую The Rolling Stones исполняли неоднократно. «Down the road a peace». И на второй стороне «I've got Mojo walking» песня Мадди Уотерса. «Понеслась телега по кочкам, что называется, а точнее по шоссе». Блюз преобладает, и блюзом здесь пропитано абсолютно все. Появляется и гитара уже жужжащая, и все как нужно. Правда, джазовые штуки остались. Здесь играет и вибрафон, и саксофон, и все прозрачно, чисто. А насчет прозрачно, музыка записана так, как было модно тогда записывать блюз в Англии. То есть все висит в таком пространстве, и все очень холодно. Вот этот самый английский блюз отличался от настоящего черного блюза американского тем, что он звучал очень холодно, очень отточенно, холодно, как будто все висит вот так вот в воздухе вокруг тебя. И даже не за счет реверберации, а я даже не понимаю за счет чего, как так сделано. Ну, конечно, ревер присутствует там, но неотчетливый. А все как-то вот так подвешено, и очень... Ничего горячего нет, все очень холодное, но цепляет при этом. Так что рекомендую очень The Five Faces of Manfred Men. Несколько пластинок они записали. Такая же путаница с пластинками у них, как у The Rolling Stones. В Америке одни пластинки выходят, в Англии другие пластинки выходят. Песни перемешаны. Собирать несложно, потому что, ну, пластинок пять всего у этого состава, у Manfred Men, но в Америке их пять, в Англии их четыре или наоборот, или в Англии их шесть, в Америке три. Песни повторяются, переплетаются. Также то же самое с Beatles, то же самое с The Rolling Stones. Первые пять-шесть пластинок, все перепутано. В Америке свой взгляд на все. И последняя пластинка этого состава, которая мне безумно нравится, Претти Фламинго называется она. Вышла она в Америке, и очень странная вещь. Потому что Претти Фламинго, сама песня, она легкая, она такая поп, очень хороший поп. Прекрасно сыгранный, прекрасно спетый. Последняя, последняя запись с Полом Джонсом, где он от души поет. Ну, такая поп-песня, очень хорошая, очень правильная, приятная, профессионально написанная, здорово записанная, Сыгранная, замечательная. И вот, казалось бы, эта пластинка для американских домохозяек. Слушай, ну и обложка, как и как, конечно, а как же. Разве может быть рок-н-ролльная пластинка вот с такой обложкой? Да никогда в жизни. Ну, а зато потом начинается сразу после этой самой Претти Фламинго Let's Go Get Stoned с жужжащей гитарой, с диким вокалом Пола Джонса. Tired of trying, Bored with living, scared of dying, песня. Еще более зверский блюз. Уже по-настоящему на разрыв душераздирающий. Но это еще не конец, потому что четвертая песня I put a spell on you, известная. Подкрадывающаяся. Они сделали очень хорошую аранжировку. Такая таинственная, едкая, ядовитая. И Джонс поет так же ядовито, как-то I put a spell on you. Домохозяйки все, конечно, уже в обмороке. И детям запрещают слушать этот альбом. Хотя, казалось бы, только детям и слушать. It's getting late. You are standing by. Тоже блюзовые штуки. На второй стороне Machines открывает вторую сторону пластинки. Очень странная, дерганая какая-то штука. В общем, полностью разрывают шаблоны американских домохозяек. И дальше то же самое все. Ну и четвертая песня на второй стороне. Drive-Man это уже конец. Это уже все. Выключить свет, запереть замки, зашторить окна. И всем лечь спать. Никого не пускать. Потому что здесь музыка бесовская какая-то уже играет. Совсем для Америки тех времен не надо. Это на концерт. Пускай сумасшедшие фанаты ходят куда-то там в танцевальные залы и слушают эту бесовщину. А приличным американцам это не… Или в черных клубах Чикаго, пожалуйста. Где играют Чак Берри, там и все остальные. Все вот эти вот гопники. Неприлично. В общем, выдали под конец альбом замечательный Manfred Man. Я считаю, что это просто, если не вершина их творчества, то один из пиков. Ну а потом был какой-то провал. Потом… Со мной многие не согласятся. Manfred Man Chapter 3 группа. Два альбома выпустившие сложный, прогрессивный якобы джаз-рок. Но, на мой взгляд, безумно скучный просто. В такой музыке записаны тонны. Очень много групп играли похожую музыку. И только за счет имени Manfred Man можно эти пластинки как-то рассматривать. Многие скажут, что там песни хорошие, песни прекрасные. Да хорошие песни, но никакие. Таких песен очень много. Лучше про эти фламинго послушать. Куда как оригинальнее, куда как самобытнее и интереснее. Ну а про Manfred Man и F-Band это отдельная большая история. Поэтому я пока пойду пить и думать. Наверное. Пропрытьте фламинго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok